Знал бы, где упасть, соломки бы постелил, гласит пословица. Глеб Докучаев стал жертвой гололёда, подскользнулся возле своего дома, не дойдя до подъезда несколько метров. Сразу вывихнул себе руку и выбыл из спортивной и общественной жизни, из своего собственного бизнеса. Как только руку свою вывихнул, у меня друзья все об этом рассказали, что тоже падают, то-се, только пока, может быть, среди моих друзей без последствий, но, думаю, не у всех граждан происходит именно так. Территория дома, где живет Глеб, находится в зоне ответственности управляющей компании. Но коммунальщики, видимо, забыли про свои обязанности. Прокомментировать ситуацию там отказались, с нами просто не стали разговаривать. В итоге терпение людей лопнуло. Хочу сказать, что совсем не чистится именно вот такие приезжие, как у детской консультации, как проход к молочной кухне. Тяжелая ситуация, очень скользко. Сами еще не падали, ничего? Пока нет, ноги держат, но можно упасть в другой момент. Жители взяли ситуацию в свои руки. В обычном магазине купили противогололедную смесь и выполнили работу коммунальщиков. Благо, такие смеси производят и у нас в Пермском крае, в Краснокамске. Воздействия на окружающую среду практически не оказывают, для животных безвредны. Не портят обувь и кузова машин. Такую смесь давно использует Пермский институт культуры. Зима капризная, то холодно, то вот оттепель. И поэтому приходится закупать. Вот в этом году мы закупили 800 килограммов. Посыпаем тротуары. Вот она наша ответственность. Вот газета «Звезда» по периметру здания и Ленина. Посыпаем ей. И в принципе работает. По словам Глеба Докучаева, многие его знакомые последовали примеру. Когда надежды на обслуживающую организацию никакой, остается рассчитывать только на себя. Вопрос в другом. Для чего тогда такие коммунальные службы? Неиспальщиков Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».